Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть Jurassic World The Game И у нас с вами продолжается ивент события дрожжи земли, соответственно, в котором можно выиграть анкилозавра Ну и, собственно говоря, других животных, тут много всяких разных наборов И, честно говоря, ну, я сейчас так посмотрю, что я переместился на 100 место То есть, я так понимаю, что из лиги 1% лучших я не вылетел Я все-таки сегодня хочу попытаться выиграть анкилозавра себе обязательно Может быть, еще кто-то классный выпадет Плюс вообще посмотреть, что из себя представляет награда за это событие Но у меня вообще закралось несколько неприятных подозрений Мне регулярно попадаются очень слабые соперники Просто в огромнейшем количестве попадаются очень слабые соперники У меня такое ощущение, что либо все соперники, которые... То есть, все люди, у которых были очень... Ну, вот смотрите, вот, кстати, вот неплохой Неплохой соперник сразу попался У него вот последний динозавр очень хорош, но... А, он травоядный То есть, он, в принципе, сильный, конечно, сильный динозавр у него, да Он взял сильных динозавров Но если бы они были каким-то другим типом, то у нас, конечно, могли бы быть проблемы Но с таким раскладом мы его спокойненько сейчас забьем Соответственно, то есть, у меня такое ощущение, что либо мощные игроки, у которых мощные динозавры В этом просто не участвуют, потому что им это неинтересно Им этот килозавр нафиг не упал Вот, а все те, кто здесь есть Они как-то очень странно перемешиваются Ну, просто я действительно вижу вот в этой самой мощной лиге Игроков с очень-очень слабыми наборами С очень слабыми динозаврами Даже не то чтобы по отношению к моему Индоминос Рексу Даже хотя бы просто по отношению к моим Алангозаврам или Тиранозаврам Они гораздо слабее И как они сюда попали, непонятно Поэтому у меня складывается такое впечатление, что соперника тебе дают вообще из всего этого события И совсем не обязательно, чтобы он был точно такой же топ-1 То есть, один процент, как и ты То есть, возможно, его выдают даже из самых слабых лиг Просто, на самом деле, у меня сильных соперников, которым я проиграл за все это время, было всего два И то у меня эти двое выиграли только потому, что у них было два очень хороших земноводных Точнее, амфибии Соответственно, ну, естественно, у меня одни хищники У них две сильные амфибии И я просто ничего против них сделать не мог И как видите, этого соперника мы сейчас тоже с вами сносим просто на раз И такое у меня предложение, что я, наверное, даже не буду вот эти все простые битвы показывать Ну, какой смысл, это скучно Мы сейчас с вами посмотрим, какие, может быть, награды Сегодня мне удастся получить отсюда Может быть, что-то редкое, что-то классное Я смогу выцепить из наборов Ну и вообще посмотрим, какую главную награду нам за это событие дадут Так, редкий, редкий наборчик Отлично Третья битва То есть три битвы провел Две битвы давали всякую ерунду И вот редкий наборчик И у нас... А, похитец фалозавр Это не так прикольно на самом деле И, кстати, я совершенно забыл, что здесь у нас с вами есть награда У нас есть с вами 20 карточек Давайте посмотрим, что мы с вами получим У нас на следующий день там мясо предлагает выиграть, но это ерунда Так, секундочку ДНК И еще ДНК Прям печалька-печалька Ничего интересного не дали И на следующий день опять можно выиграть просто ДНК Это как? Так? А, ну окей, ладно, давайте участвовать Ну ДНК так ДНК, какая разница? Они тоже пригодятся, чтобы выводить Те же самых, я не знаю, тернозавров или велоцерапторов Потому что чем дальше, тем все эти животные становятся дороже и дороже Ну, ладно, такое тоже бывает Ну давайте хотя бы заберем тогда наборчик ежедневный У нас с вами виповский Посмотрим, что нам из него выпадет Там что-то хорошее Я... Черт, чего там перораптор, если не ошибаюсь, был, да? Или как-то так произносится Да, вроде он Ну ладно, ничего страшного Он просто редкий В нем ничего такого особо интересного Тоже, в принципе, нету Хотя, если не ошибаюсь, его можно использовать в... Ну, в гибриде в каком-то очень прикольном Ладно, у нас, в принципе, с вами ежедневки немножечко повыполнялись А, кстати, это засчитывается в пвп-сражениях Нужно будет повысить уровень не менее трех динозавров И покормить пять разных динозавров Ладно, сейчас это быстренько сделаю Так, тихо-тихо-тихо Давай-давай-давай-давай Легендарный наборчик Есть, отлично У нас с вами еще один легендарный наборчик с дрожжей земли Вот это прикольно Вот это хорошо получилось Секундочку, это кто у нас? Астаферикозавр Кажется, у меня такой... Нет, такого у меня не было, точно Такого у меня еще не было, прикольно Вау, и сейчас 1300 очков доверия будет Шикарненько Кстати, очки доверия тоже очень-очень неплохо прибавляются с этой лиги Поэтому мне нравится в ней участвовать Потому что здесь много наборов Выигрываем, ну, каждый день Из-за этого очень много очков Не может быть Ха-ха-ха Еще и водоплавающих выигрывай набор Фууууууууууууууууууууууууу Блин, сегодня прям реально везет Вчера, вчера гораздо меньше наборов выпадало Сейчас, прочити Каждую вторую схватку, я получаю какой-то набор И получаем с вами протастегу, супер редкая, прикольно Она, конечно, не очень сильная, но, в принципе, у нас не так много, не такое большое разнообразие морских животных Так что она нам вполне пригодится Ладно, продолжаем дальше Так, и на самом деле, ребят, вот сейчас я заканчиваю схваточку У меня уже, если не ошибаюсь, сейчас будет какое-то топовое место Может быть топ-4, топ-3, что-то типа того То есть осталось до, сейчас, тысяча, 130 очков Да, все верно, я сейчас в топ-3, скорее всего, вылечу И у меня осталось всего-навсего 2 битвы провести И где-то 3 минуты осталось Давайте сейчас посмотрим, может быть, что-то хорошее выпадет Но, на самом деле, сейчас нужно поспешить, как можно быстрее все эти наборы забирать И даже лучше было бы, если бы сейчас не набор мне попался Потому что сейчас, кстати, Джунга Рептер Прикольно, прикольно Джунга Рептер это хорошая птичка Просто вот эти все пока набор получишь Пока очки доверия заберешь Кстати, у меня 10 тысяч очков доверия уже Можно будет еще один наборчик открыть Давайте все быстренько ускорять У нас с вами нет времени, чтобы рассиживаться Надеюсь, что противники попадутся, как обычно слабые Потому что, ну, за все время, наверное, противников 7 сильных было хороших А вот видите, ну, посмотрите Какой силой попадаются мне противники Это абсолютно точно противники из каких-то низших лик И, ну, это точно не стоп Один из одного процента лучших Потому что я так понимаю, что все это можно было пройти Имея там просто, например, двух тираннозавров 30-го уровня И лангозаврика 40-го, да Потому что я вот в основном только таких и встречал Там которых лангозаврики, тираннозаврики Я имею в виду и сильных В основном только таких Все остальные нереально слабые То есть, видимо, очень большое количество людей сюда зашло Начало играть, там не смогли дальше пробиться и бросили Но все равно их аккаунты здесь участвуют Я не знаю Или они сами участвуют, сложно сказать Потому что порой складывается такое впечатление Что ты играешь против компьютера Какие-то ходы не очень обдуманные происходят Что-то еще То есть, как бы, компьютер играет за аккаунт персонажа Просто использует его рандомный, да, аккаунт И это не настоящий человек Просто, ну, действительно, складывается такое впечатление Хотя, кто его знает Кто его знает Действительно, могут люди по-разному играть И разные люди попадаться Смотрите, все, мы на топ-2 И осталась еще одна победа И чтобы он не поучаствовал, не выигрывал Тогда мы выйдем в топ-1 Зачем мне это не спрашивайте Я сам не знаю На самом деле Давай-давай, ДНК, ДНК лучше Вот сейчас я даже не рад набору Потому что это занимает у меня время Танзи Газавр, тем более Просто хочется взять топ-1 А вдруг там какая-то награда улучшенная будет Или еще что-то Я, конечно, сильно сомневаюсь Потому что здесь этого ничего не написано Что это схватка типа за первое место Иначе бы люди старались бы Люди бы реально старались и бились бы А так я смотрю, что многие просто зашли сюда В 1% лучших и все О, кстати А соперник-то, а? Вы посмотрите, какой у него хищник Он круче моего Индоминоса Но у него очень слабый Галимим Возьмем бонус Он... Он чего делает? Он меняет на Юдона Ну понятно, хорошо Юдон Смотрите, кстати, Юдон похож на Тираннозавра из Саурина, да? Очень похож Даже с оперением такой же Там же в Саурине Именно вот такого типа Животные Самые сильные были В общем, мы его забиваем Потому что он только что допустил Я сейчас сижу и анализирую И он допустил огромную ошибку Зачем он это сделал? У него Юдон был гораздо сильнее меня Он бы мог пожертвовать Этим дурацким травоядным Набрать себе бонусов И потом меня спокойно снести Он просто Он просто его подставил Он просто подставил себе Юдона Ну, это, честно говоря, как-то Вообще не понятно, как это произошло Ну, конечно, мы же Сейчас уже все с вами забиваем Вообще без проблем Я надеюсь, что сейчас получим топ-1 Ну, просто чтобы было, опять же Просто чтобы было Галимимчик Давайте его пробивать Как он так? Я думаю, что если сейчас там игрок сидит То, в смысле, человек настоящий живой То он прям тоже такой сидит и думает Нафига я это сделал? Потому что Он мог как раз бонусов набрать И спокойненько потом меня разнести А мы с вами Мы с вами попадаем все-таки на топ-1 Топ-1 лиги доминаторов Слушайте, прикольно Я не знаю, зафиг мне это сдалось Но просто прикольно И еще, может быть, даже сейчас что-то выпадет Хотя мне, кстати, ни одного так набора С анкилозавром и не выпало Нам выпадает мясо А дальше там легендарный был, зараза Нет И Все, да? Что-то я И все? Мне даже награду никакую не дадут Это прям как-то обидно Здесь что такое Синтетарапторс Ну, это неинтересно Слушайте, а где моя награда? Секундочку Смотрите, здесь что-то у нас Событие только для VIP Легендарный набор За 5 побед нам дадут Ну, кстати, можно будет сегодня поучаствовать Потому что с легендарок Всякие классные штуки А Ага Сезон завершен Вы попали в лучший 1% Во, я именно так и думал Что нам просто за лигу дадут набор И Два анкилозавра Это, в принципе, прикольно Это, в принципе, прикольно Если не ошибаюсь Анкилозавров Получается анкилодоки Это если их вскресить с диплодоками Получаем такой гибрид Правда, не знаю, насколько он сильный Мне кажется Не шибко-то и силен И вкладываться в это смысла нет В том плане Ну, пока что вкладываться нет смысла В том плане, что Мы просто потратим очень большое количество ресурсов Чтобы их вывести А выхлоп будет очень мизерным Лучше двигаться в сторону Кстати, я совершенно забыл Про торговую гамень У меня появилась торговая гамень В которой можно менять монеты На всякие разные вещи На очки доверия На постройки На динозавров Сегодня Ну, вот на еду, например На еду мне больше всего нравится Постройку на еду И еще постройку на еду Нет, это не очень хорошо Так, в общем, вот Я хотел сказать, что Лучше всего, мне кажется Двигаться в сторону Усиления нашего Индоминус Рекса То есть Вывести еще одного Раскачать до 10 уровня Их превалиционировать И раскачать до 20 уровня В нашего Индоминуса То есть Чтобы он стал сильнее Ну и так дальше Стремиться к тому Чтобы у нас был с вами 40-й Индоминус Динка На еду Давайте поменяем Да За баксы я покупать Ничего там не буду, естественно Прикольная штука Каждый день обновляется Мне нравится А может быть даже где-то Раз в 4 часа Как и все остальные события Нужно будет посмотреть Что-то Я не обратил внимания Так По большому счету У нас ежедневки выполнены Постройте 2 отеля Тройная корона С бонусом 4% Или выше Эта штука у меня строится Я еще заказал ее В прошлом выпуске Еще 7 часов 7,5 часов Она строится будет Так что Здесь просто Здесь с этой тройной короной Дурацкой Просто придется подождать Здесь ничего не сделаешь Я просто не хочу тратить туда доллары Но в принципе Мы можем с вами поставить Кого-нибудь выводиться Например того же Ну Тиранозаврика Смотрите У нас с вами 2 выводятся Если мы сейчас с вами 2 еще ставим То в итоге Мы с вами получим Как раз еще одного 30-го И в итоге 40-го А потом уже можно будет Эволюционировать до Индоминуса Так что предлагаю ставить еще Легче всего вот так вот находить их Прямо заходить в вольер Нажимать на плюсик А потом сразу выбирать Тиранозавра Вот реально Так легче всего И кстати Я хочу еще посмотреть Что там у нас За наборчик Сегодня можно Получить будет За очки Доверия За 10 тысяч очков Доверия Это раз А во вторых Давайте сходим В легендарный набор Вот эту легендарную Вип битву Потому что Ну здесь по большому счету Всего 5 побед Нужно Я так думаю Что динозавры будут Ну как видите Динозавры действительно Против нас очень слабые То есть можно даже Не использовать наших Самых сильных динозавров Там выберем например Тиранодончика Против ихтиостеги Этого нам хватит Против хищника Возьмем с вами А у меня нету Никакого амфибия Хорошей Ну возьмем другого хищника Лонгозавра 20-го Ну Или Ладно давайте его возьмем И возьмем Уннайзавра Уннайзавра Так ихтиостега 359 здоровья Чей ход первым Мой ход Ладно давайте тогда Бонус брать Он сейчас скорее всего Поменяет И Либо нанесет удар Взял похитца рапторса Урон кстати хороший Давайте поменяем С вами на лонгозавра И Угу Я понял Хорошо Улетела в блок Улетела в блок Что будешь делать в ответ Две атаки Это тебе не поможет Но ему в принципе Он мог бы на Амфибию поменять Но он этого делать не стал Ну и на самом деле Дальше тут Дальше все Просто-напросто Изи Ну конечно Лонгозаврика мы с вами потеряем Но он теряет все ходы Абсолютно На Зухамими Чтобы нам его пробить То есть дальше мы Тиранодончиком его забиваем И У нас остается Амфибия Против которой у нас Например есть даже Тоже травоядная Так что я думаю Что здесь не будет Сильных каких-то сложных Для меня боев Так что давайте Сразу наверное Перемотаю на Последнюю схваточку И посмотрим Что нам сегодня С этого наборчика Выпадет Окей Последняя схваточка Вы посмотрите Тиранодончик Тиранодончик Корнораптор И Пахицераптор Все бы хорошо Если бы там Был не Пахицераптор А например Ну какой-нибудь Какая-нибудь Афибия Сильная такая же Да Вот тогда бы у меня Были проблемы А так Ну я просто беру Своих самых сильных И мы сейчас это пройдем Получим с вами набор Ну Я тебя с одной атаки Конечно же не пробью Так что Бонус Порой компьютер Так очень хорошо Играет Что даже получше Некоторых людей Изредка правда Правда Очень редко Так давай С двух атак Мы тебя забиваем И бонус Есть Дальше Мы скорее всего Индоминуса потеряем Корнораптор Потому что приходит Он довольно-таки сильный Он нас А ему нужно Как минимум Две атаки Чтобы нас пробить А он наносит одну Вот только что Компьютер похвалил Называется То есть мы его сейчас Просто Давайте просто Его забиваем Дальше у нас остается Травоядный То есть нас травоядный По-любому С одного удара С одного трючка забьет А мы его сразу После этого Забьем тираннозавром И заберем наш наборчик Окей Мы получаем наш набор Давай смотреть Что нам из него выпадет Надеюсь что-нибудь классное Мясо Мясо Клумба Прианнозух Легендарный Легендарная амфибия Это кстати Очень и очень неплохо Потому что мне кажется Еще ни одной Легендарной амфибии Не было Я бы кстати расстроился Если бы мне сейчас Например Тираннозавр выпал Потому что мы их уже Можем просто так Делать за очки ДНК Так Хорошо Это мы с вами получили Давайте все быстренько Сейчас отсюда соберем Здесь у нас все строится Ну и давайте Может быть посмотрим Что это за амфибия такая Насколько он сильный Где он там у нас находится Нет Здесь пошли за ДНК Маюнгаза Во-во-во-во Постой-постой Да Смотри Мы можем Капразуху уже С тобой выводить Да Или мы просто Его где-то нашли Мы его нашли Кажется где-то А вот у нас Наш прианазух Ну кстати Кстати неплохо 505 атаки 1600 здоровья Окей А что у нас С вами сегодня Выводят За Джурасик Пойнты Кстати до сих пор Доступен Метапозор за 50 тысяч У меня нету столько У меня просто нету Ну что ж Давайте брать набор Чистое золото И смотреть что В нем будет Артакантус Это какое-то Морское легендарное Это прикольно Это реально Очень прикольно Потому что Опять же У меня Проблемы с разнообразием Сильных морских животных И это у нас Уже получается Вторая легендарка Или третья даже Легендарка Подряд Постой 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 Ну-ка Морский Нет это не то Вот здесь морские Артакантус Леоплевродон У нас с вами есть И И А ну Протастега И Анхаприсис Все что ли Как странно Да Кстати Протастега Очень-очень слабенькая Артакантус 5000 здоровья 1300 урона Слушайте Хорошая легендарка Полу попалась Реально Очень-очень Хорошая Джурасик Пойнт Это классная штука Ну в смысле Вот эти очки доверия Ну мне кто-то написал Типа говори правильно Очки доверия Мне кажется Это Джурасик Пойнт Называется В английской В английской версии Ну а может и нет Давайте с вами разблокируем Уровень схватки 20 То есть пройдем И мы кстати можем Еще и 21 пройти сразу А на 23 У нас уже будет с вами Велоцираптор То есть я надеюсь Что в следующем Да В следующем выпуске Скорее всего Мы с вами получим 23 уровень Зря я конечно взял Всех абсолютно Зачем тут такие слабаки Я мог одним эндоминосом Пройти Порой бывает Так по привычке Тыркаешь во все И все Соответственно Я надеюсь Что в следующем выпуске Мы с вами сможем Себе получить 23 уровень Мы себе разблокируем Велоцирапторов И будем потихонечку Их разводить Так же как и тираннозавров То что Тираннозавр У нас можно сказать Один уже К тому моменту Будет В смысле Один сорокового уровня Дальше нужно будет Вовсю заняться Разведением Велоцирапторов Дальше Их скрестить Между собой И у нас Появится с вами Еще один эндоминос И мы сможем С вами прокачать Своего эндоминоса До 20 уровня Блин Это будет просто Звездская машина Для убийства Ну конечно же Нужно прокачать Вода сорокового Мы с вами Разблокировали Анкилозавра За которого Мы только что Сражались В дрожи земли Жесть Это конечно Это очень символично Парадокс такой Метриаринг На 21 уровне Но я так чувствую Что это очень слабенько Амфибия будет Давайте просто С ним сразимся И просто пройдем 21 схватку Чтобы Чтобы просто И напросто пройти Кстати у меня сейчас Получается небольшой Затых с заданиями Все из-за этого Задания где отель строится Я не хочу Ускорять за баксы Потому что ну там 200 баксов За ускорение отеля Я просто завтра зайду И он сам построится То есть в этом смысле Никакого нету А других заданий Никаких не дают То есть из-за этого Нету прогресса Вперед И нету Опыта Но я думаю Что завтра он как раз Построится Надеюсь никаких других Таких заданий гадских Не будет Где придется долго ждать И мы с вами сможем Получить 23 уровень Ну что Ну что У нас с вами остается Один анкилозаврик Давай тебя забивать Мы с вами Разблокируем Наконец-то 21 схваточку Точнее Ну в смысле Проходим ее Мы с вами проходим Разблокируем с вами Метриаринха Ну конечно Он очень слабый Да он очень слабый Если только его В каком-то гибриде Используйте То я думаю Что этот гибрид Тоже будет очень слабым То есть на самом деле Сегодня нам больше Здесь в принципе Делать нечего Можно было бы Куда-нибудь В гиросферу сходить Но давайте лучше Сходим туда завтра Я и так за последние Два дня Очень много сражался В дрожжи земли Я просто сегодня Наверное Все лишнее вырежу Оттуда и оставлю Только самые основные Какие-то моменты Ну Я надеюсь Что вам этот выпуск Понравился У нас скоро с вами Появятся велосерапторы И будем заниматься Индоминосами А на этом все Если вам понравилось Пожалуйста Поставьте лайк Не забывайте подписываться На мой канал Чтобы не пропустить Новые выпуски По этой игре А так же другим играм Удачи друзья Пока Надеюсь Вижу вас в следующем выпуске